На суше и на воде должно быть спокойно. Вопрос безопасности стал главным на планерном совещании главы города. В селе Прогресс появится мини-поликлиника. Мэр Сочи поставил задачу сдать объект в декабре. 100-метровка не соблюдена, готовьтесь к конфискации. В Сочи у детского сада торговали сигаретами. В Сочи против Кисловодска. Команды тренировочных центров сегодня выяснили, кто самый спортивный. В школах Кубани до конца года должны отказаться от сторожей и перейти на профессиональную охрану. Такое поручение дал Вениамин Кондратьев. На заседании антитеррористической безопасности края обсудили вопросы безопасности учебных заведений и проведения выборов. Продолжат тему наши краснодарские коллеги. Первый школьный звонок в своей жизни в этом году на Кубани услышат 70 тысяч малышей. До дня знаний осталось чуть меньше двух недель. Времени не так много, чтобы закончить подготовку всех учебных заведений. А далеко не везде решен вопрос охраны школ и детских садов, напоминает на совещание Вениамин Кондратьев. Под присмотром профессиональных чопов лишь половина учреждений. В остальных по-прежнему штатные вахтеры, которые даже не знают принципы работы системы видеонаблюдения. Исправить ситуацию глава края требуют до конца года. Во многих школах как были сторожа, так и остаются. Как были там техничка, которая параллельно охраняет еще вход в школу, у дверей там стоит на приставном столике. И то она сидит, кто не сидит, так и остается. То есть вот этот вопрос, коллеги, он очень жестко был поставлен, в том числе и начальникам ФСБ края, и прокурорам края. Просто так не спустится. И просто так с контроля не снимется. Квалификация должна быть. Мы сумасшедшие деньги потратили на видеонаблюдение, но угрозу нужно вовремя выявить. И если ты смотришь на монитор, ты должна понять, или ты должен понять, что угроза приближается. И не просто понять, не просто ее выявить, но и нейтрализовать. Вот в чем вопрос. Тревожная кнопка должна заработать. И пожарная кнопка должна заработать. И камеры видеонаблюдения должны заработать. Не потому, что они должны быть, они должны заработать. Вот основной принцип. У нас 400 школ будут охраняться казаками. И, конечно, эту работу сегодня единственное, что сдерживает во многом, это то, что во многих школах заключены договоры до 1 декабря текущего года. Поэтому с 1 января, мы будем пересматривать и заводить. То есть с частными ЧОПами? Да, с частными ЧОПами. Еще один вопрос, который затронули на заседании, до конца года уже не решить. Проблема назревала не одно десятилетие. В школах сегодня просто катастрофически не хватает мест. Только в этом году на Кубани за парты сядут на 20 тысяч учеников больше. Все они переехали из других регионов. С 1 сентября в некоторых школах уроки будут идти во вторую и даже в третью смену. И это не всегда соответствует нормам и правилам, заявил прокурор края. Директору школы номер 23 в поселке Гайдук, Новороссийская, что-то объявлено при достижении, планировалось переплотнять больше, чем в три раза. Поэтому организовать три учебные смены. Потом надо будет смотреть. Все-таки это достаточно непросто работать в таких условиях и учителям, и, конечно, и детям. Во многом сегодня спасают ситуацию пристройки к школам. Но это не выход, считает Вениамин Кондратьев. Необходимо возводить полноценные здания по типовым проектам. Строить школы нужно и будем. Все. Другого пути нет. На принципе софинансирование, дай бог, будут федеральные деньги, федеральные программы. Хорошо. Краевые, муниципальные, коллеги, тоже к этому готовьтесь. Отсутствие школы – это отсутствие завтрашней жизни в целом в регионе. Вот о чем я хочу сказать. Будут школы – будет жизнь. Мы должны и учителям создавать условия для того, чтобы учителя тоже лучшие пришли в наши школы. Значит, и жилье нужно им делать. Строить так же. Параллельно строится новая школа. Думайте уже о том, где будут жить учителя, которые в эту школу придут. Все в комплексе. Ну, не думать об этом нельзя. А не делать – это уже сегодня преступление. Принимать в сентябре школы будут не только учеников. Почти через месяц кубанцы будут выбирать депутатов в Государственную Думу. И в этот день избирательными участками станут большинство учебных заведений. Основная задача – сохранить социальную стабильность и обеспечить безопасность тех, кто придет на выборы. Привлечь к охране правопорядка в этот период нужно казаков, поручает глава региона. Здесь тоже казаки должны быть на передовой, потому что это выборы, это народные выборы на самом деле. Поэтому здесь мы не должны ни в коем случае допустить никаких провокаций. Ни в коем случае. А казаки способны максимально одержать ухо востро. Они знают свой народ, они увидят пришлых, которые пришли туда для каких-то других целей. Вот здесь они пусть отделят настоящих жителей, которые живут в том или ином поселке, хуторе, о тех, которые казачки засланные, как говорится. Вот казачки засланные должны четко понимать, что никакие провокации у них не пройдут. По итогам заседания антитеррористической комиссии составляют документ, в котором прописывают принятые решения. Однако в нем не всегда понятно, кто конкретно за что должен отвечать. От такого протокольного подхода выполнения поручений Вениамин Кондратьев требует уйти. Не надо готовить все и ни о чем. Такое ощущение, что с себя сняли этот хомут, но не знаете, на кого перевесить. Ну хватит такие решения делать. Конкретно или, знаете, говорит ясно тот, кто ясно думает. Сами погружайтесь в проблему, вникайте и тогда четко расставьте задачи, которые необходимы. Конкретно, что и кто за это отвечает и что он должен сделать. С таким же подходом губернатор поручает подготовить заседание по ликвидации финансовых пирамид в крае. За последние три года жертвами мошенников стали больше 10 тысяч кубанцев. Решение вопроса требует времени. Детально обсудить его планируют уже на следующем совещании. Мария Крошина, Денис Маскаленко, Денис Перец, Кубань, 24, Краснодар. Вопрос безопасности сегодня стал главным и на еженедельном планерном совещании главы города. Затронули тему безопасности на пляжах и во дворах домов, где продолжают устанавливать камеры видеонаблюдения. Обо всем по порядку, Ольга Десятого. Камеры видеонаблюдения постепенно появляются во всех районах, на всех многоквартирных домах курорта. Таково решение городской антитеррористической комиссии. Только в Центральном районе, например, планируют оснастить камерами более 600 домов. Правда, процесс тормозят сами жители. На данный момент уже в управляющих компаниях находится более 40 заявлений об отказе жильцов вписать расходы, связанные с видеонаблюдением. Глава города ставит задачу жителей через местные ТОСы. Нужно убедить, камеры во дворах просто необходимы. На безопасности экономить нельзя ни в коем случае. Нет ни одного муниципального образования Краснодарского края, который сегодня занимается этой проблемой. Люди, в принципе, немножечко, может быть, не понимают о том, что это ради их безопасности. Воровства они будут. То есть выиграют об этом. Потому что мы понимаем, какую помощь они оказывают, в том числе и в раскрываемости. Безопасной должна быть не только городская среда, но и прибрежные территории. Пляжи переполнены. В Сочи отдыхает на 35% больше туристов, чем курорт может принять. Этого ждали еще с 90-х. Но и это накладывает огромную ответственность на арендаторов пляжей. Некоторые из них в погоне за выгодой забывают о безопасности отдыхающих на вверенной им территории. Последнего пьющей случая. 13 августа на пляже в Адлерском районе под винтами катера погибла 60-летняя женщина. В состоянии алкогольного опьянения она заплыла за буйки в технической зоне. Почему никто из спасателей не остановил пьяную туристку еще до того, как она зашла в море и после, когда уплыла на небезопасное от берега расстояние? Глава Сочи выясняет у арендаторов пляжа и спасателей, которых тоже пригласили на планерку. Ваша задача не допускать, чтобы они туда шли пьяные. Если у вас не получается, вы держите, он не дает. Вызывайте полицию. Все. Законным образом это. Человек нарушает общественный порядок. Вы вызываете полицию. Виновные обязательно должны быть привлечены к уголовной ответственности, настаивает мэр. Степень вины каждого определит следствие. Но уже сегодня, уверен Анатолий Пахомов, можно говорить о преступном безразличии, бездействии и халатности всех тех, кто допустил смерть этой женщины. Вы взялись заниматься пляжным делом и должны заниматься его добросовестно. А вы проявили полное равнодушие вместе со своими спасателями. Когда видели, что она пьяная, когда она у вас плавала там, а вы ничего не сделали. При этом администрация неоднократно проводила не только совещания, но и практические занятия, учения со спасателями. Глава Сочи ставит задачу. Арендаторы пляжей должны пристальнее следить за тем, что происходит и на берегу, и в море. В противном случае, в следующем году договоры аренды с ними заключать уже не будут. Еще один вопрос планерного совещания – санитарное состояние и благоустройство. В целом, как отмечают жители и гости курорта, на городских улицах, в парках и скверах чисто. САХ, например, теперь работает в три смены. Что же касается территории мусороперерабатывающего завода, куда свозится мусор с контейнерных площадок для переработки, Анатолий Пахомов ставит срок до конца августа убрать скопившиеся там кучи мусора. Тем более, что возить ТБО из Сочи теперь будут ближе на 200 километров на полигон в Лермонтово. Сейчас уже каждый день с понедельника с превышением завоза, с вывоза над завозом, несколько десятков тонн по графику они вывозят. В завершении планерки мэр еще раз напомнил, что впереди в Сочи фестиваль «Новая волна» и призвал позаботиться о чистоте. И всем вместе выйти на субботник, который наметили на 27 августа. Спасатели накануне на вертолете эвакуировали ребенка с ожогами из Высокогорья. По словам участника тургруппы, 11-летний мальчик перевернул на себя котел с кипятком, в результате чего получил ожог обеих ног. Также звонивший сообщил, что находятся они в районе слияния рек «Чистая» и «Малая лоба». Из Красной Поляны вылетел вертолет с четырьмя сотрудниками МЧС на борту. Спасатели на носилках транспортировали пострадавшего на борт и доставили его в поселок. Там ребенка уже ждали врачи скорой помощи. Необходимую помощь в лагере мальчику оказывал его папа, врач по профессии. В поход группа туристов отправилась по маршруту «Ксибай», «Красная Поляна». На отдых папа с сыном приехали из Москвы. Незнание закона не освобождает от ответственности. Однако и пассажиры, и руководство авиакомпании зачастую игнорируют этот факт. Так, не подготовив документы для пересечения государственной границы, гражданин Армении, следовавший авиарейсом «Ташкент-Краснодар», предъявил на паспортный контроль в Краснодаре национальный документ, в котором срок действия отметки о пребывании в иностранных государствах истек. Рейс из Узбекистана в Россию выполняла национальная авиакомпания «Узбекистон Хавой Юлари». Согласно Конвенции по международной гражданской авиации, именно авиакомпании при посадке пассажиров должны убедиться в том, что они имеют действительные проездные документы, предписанные государствами транзита. В данном случае авиаперевозчик нарушил требования российского законодательства, за что был привлечен к административной ответственности пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. Компании назначен штраф в размере 80 тысяч рублей. В Сочи выявлены нарушения антитабачного законодательства. Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УВД Сочи выявили факт торговли табаком рядом с образовательным учреждением. Мероприятия по выявлению нарушений правил торговли проходили в рамках комплексной операции «Курорт» в центральном районе. Менее чем в 100 метрах от входа в детский сад был проверен магазин. Оказалось, что там торговали не только продуктами, но и сигаретами. Делать это в такой близости к образовательным учреждениям запрещено. На хозяев составлены административные протоколы. Санкции статьи предполагают крупный штраф с конфискацией запрещенного товара. 837 пачек сигарет изъяты с торгового оборота. По окончании проверки материалы будут переданы в суд. Мы просим всех жителей и гостей города, кто обладает информацией о подобных нарушениях, не заметить нас сообщать в полицию по телефону 02 либо 102. Все лето рассеивает сигаретный дым в прогулочных зонах Центрального и Хостинского районов инициативная группа. В нее входят специалисты социальной политики отрасли здравоохранения молодежного блока. Какую цель преследуют участники акции, расскажет Елена Всецина. Это уже десятый антитабачный рейд с начала лета под названием «Мы за чистый воздух», но подводить итоги пока рано считают активисты. Работы еще много, любители сигареты игнорируют антитабачный закон, пренебрегают правилами и продолжают отравлять едким дымом окружающих. Им-то ничего не остается, как вдыхать то, что выдыхает курильщик, но сочинская инициативная молодежь с этим не согласна. Мы за чистый воздух. Хотелось бы задать вам несколько вопросов. Можно вам задать несколько вопросов? Когда вы курите? Смотрите, вы прям под знаком курили только что. А эта группа спортсменов, случайно оказавшихся в парке Фрунзе от антитабачного патруля, убегать не стала. На вопрос, курите ли, однозначно ответили нет. Потому что это забивает легкие, это сокращает жизнь. У нас она и так короткая, зачем уже ее сокращать? Эти парни занимаются в муниципальных спортивных центрах по тяжелой атлетике и футболу. В целом в Сочи более 750 объектов спортивной направленности это и стадион на спортплощадке секции. Спортсмены с удовольствием продемонстрировали, что спорт и курение – вещи несовместимые. Мы за чистый воздух! В целях эксперимента участники антитабачного рейда просили подтянуться на турнике прохожих, выпускающих на ходу сигаретный дым. Но никто не согласился. Уже без видеокамеры курильщики признавали, что дыхательная система не позволяет вести спортивный образ жизни. Пагубная привычка несет вред не только легким, но и всему организму. Многие курильщики уже поплатились за это своим здоровьем и даже жизнью. Со следующей недели антитабачный патруль начнет работать в Адлере, а затем в Лазаревском. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. На Кубани необходимо наращивать мощности системы водоснабжения. С просьбой оказать содействие в решении этого вопроса Вениамин Кондратьев обратился к председателю правительства России. Азово-Черноморское побережье в целом сегодня обеспечено водой. Однако с началом курортного сезона нагрузка на инженерные сети увеличивается, что часто приводит к аварийным ситуациям. По мнению губернатора, дальнейшее развитие курорта в крае невозможно без серьезной реконструкции объекта водоснабжения. По предварительным подсчетам необходимо привлечение федеральных инвестиций больше чем на 14 миллиардов рублей. В правительство и Минстрой России на рассмотрение отправлен проект развития водоснабжающей инфраструктуры, рассчитанной на ближайшие 10 лет. Кроме того, край уже предоставил заявку на участие в федеральной инвестиционной программе, чтобы начать строительство очистных сооружений в Геленджике. В селе «Прогресс» Хостинского района началось строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Он по площади будет больше прежнего, и оказывать помощь больным там будет не один медицинский работник. Строительство в Сочи новых ФАПов контролирует лично глава города Анатолий Пахомов. Вот этот фельдшерско-акушерский пункт – единственное медучреждение. На все село в «Прогрессе» проживает свыше 2000 человек. Помощь оказывает один медицинский работник. На одной из встреч сельчане попросили главу города решить проблему медицинского обслуживания, ведь прием ведется в трудных условиях, помещение не отапливается, а в город, в поликлинику всякий раз не наездишься. Этот медпункт стоит более 50-60 лет. Он уже изжил себя, но из-за того, что нет другого помещения у нас, мы все равно как-то содержим его. Проблема была услышана. Инициативу главы города на городской сессии поддержали сочинские единороссы, и на территории сельского дома культуры заработала техника. Здесь началось строительство одноэтажного медицинского корпуса площадью 200 квадратных метров. Здесь будет расположено 8 кабинетов с различной направленностью. Техзадание по устройству этих кабинетов разрабатывало наше управление здравоохранения администрации города Сочи. Поэтому все проблемы наших врачей, все их задачи здесь учтены. Но в первую очередь учтены интересы самих сельчан. Они, узнав о будущей мини-поликлинике, сначала даже не поверили, пока сами не увидели строителей. Мы только узнали, что строят. Пришли вчера на площадку, увидели с детьми и обрадовались родителями другими. Нам вообще этого не хватало. Мы об этом, можно сказать, мечтали. Так что это для нас. У нас двое деток, у меня двое деток, и вообще много деток в селе. О том, как в прогрессе началось строительство медицинского пункта, и еще о строительстве ряда социальных объектов, главе города Анатолия Пахумова сегодня доложил заместитель директора департамента строительства администрации Сочи Павел Терехов. До конца года поставлена задача нам освоить средства на строительство детского садика в ЛАО. Документация размещена на данный момент. Из бюджета края, из бюджета города Сочи более 50 миллионов рублей выделено. 50 миллионов – это только начало строительства. До конца года мы начинаем и осваиваем. Все стоимость садика – 120 миллионов рублей. Также из бюджета города Сочи выделяются средства на продолжение строительства в школе, школы в верхней беранде. Вот, вы знаете, там старая школа в аварийном состоянии. Я знаю только одно. Мы закрываем эту старую школу и начинаем строить. Точно так. Мы приступили к строительству офиса врачей общей практики в селе Прогресс. Контракт заключен. То есть, я так понимаю, что вместе с жителями Прогресс 1 декабря, максимум 5 декабря, мы перережем ленточку и врач в общей практике зайдет в новый офис. Правильно? Да, Анатолий Николаевич. Точно так. Строительство и ремонт социально значимых объектов, а это школы, детские сады, больницы и поликлиники продолжилось и после подготовки к Олимпиаде. Причем с увеличенными темпами. На это город тратит порядка 70% всего бюджета и получает результаты. Жизнь горожан улучшается. Как критерий стабильности и увеличения рождаемости. Но об этом власти уже позаботились. В этом году завершается строительство крупного перинатального центра. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В федеральном центре единоборств «Югспорт» состоялось торжественное закрытие седьмой летней спартакиады сотрудников. 11 команд Сочи и Кисловодска вели спортивные баталии в течение полутора месяцев. Победители уже известны, а вот обладатели главного приза спартакиады, переходящего суперкубка, определили сегодня. Сегодня прошли финальные игры. Коллектив Южного федерального центра спортивной подготовки провел решающие матчи по волейболу и мини-футболу. В целом же за лидерство в девяти видах спорта боролись шесть сочинских команд и пять кисловодских. Победители уже выявили в гонках на барусных яхтах, эстафетах, морской рыбалке, а также в чирлидинге и стритболе. Всего в этом году спартакиада собрала 220 участников. Это работники крупнейшей спортивной базы Министерства спорта России на юге страны, а именно сотрудники объектов олимпийского наследия, ледового дворца «Айсберг» и комплекса трамплинов «Русские горки», а также центрального стадиона, парусного центра и филиала «Югспорта» в Кисловодске. Наше учреждение принадлежит Министерству спорта и кому, как не нам, участвовать в физкультурном движении, в спортивном движении страны. Ребята, с успехом выступившие на Олимпиаде, они уже полтора года занимаются в нашем спортивном комплексе, проводят учебно-тренировочные сборы и практически на Олимпиаду уезжали в Португалию, потом перебирались в Бразилию. Евгений Тищенко только что был на сборах, борцы, настольные теннисы и так далее. Конечно, нас воодушевляют наши чемпионы, олимпийцы, и ребята хотят быть похожими на них. Накал страстей среди болельщиков и участников спорта-киады ничуть не уступал Олимпиаде. Каждая команда боролась за звание сильнейшего филиала. Спорт, он всегда дисциплинирует человека. Спорт – это здоровье. После завершения спорта-киады коллектив объединяется. Объединяется по интересам. Мы проводим тренировки. Расширяется спектр вида спорта, по которым мы занимаемся еженедельно и ежедневно. По результатам основных соревнований первое место среди сочинцев у команды «Спортбанда». В Кисловодском филиале Южного федерального центра спортподготовки отличилась команда «Смерч». Ну а по итогам сегодняшних суперфинальных матчей, быстрее, выше и сильнее, все же оказались сочинцы, которые и стали обладателями главного приза спорта-киады – переходящего суперкубка. А почетные гости вручили участникам благодарственные письма Министерства спорта страны за значительный вклад в развитие физкультуры и спорта России. Город Сочи может гордиться таким спортивным коллективом. Все-таки более 700 человек, работающих в области спорта, и каждый из них хороший спортсмен. Общественная палата, зная настроение, зная приоритеты среди жителей города Сочи, рада о том, что такое большое событие. К слову, летняя спорта-киада в Югспорте проводится с 2010 года и стала традиционным событием для большого коллектива. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Вот так.